Такой наш подход, и мы этим выиграем. Мы этим выиграем. Я вам скажу, есть страны, которые моноэтнические, и у этих стран своя судьба, и свои возможности, и это дальность. Есть другие страны, на Грузии относятся к этим другим странам, которые, в принципе, монокультурные, моноэтнические. Такие государства никогда не были моноэтническими, монокультурными. Грузия всегда была многонациональной. И всегда Грузия добивалась успеха. Тогда, когда грузинские правители понимали дух многонациональности, самый известный, успешный грузинский руководитель, это Давид Строицел. И Давид Строицел отлично понимал, как пишут его историки, что надо, как надо было общаться с гражданами, с подданными тогда в той Грузии. Он общался и с мусульманами, он общался и с армянами, григорианцами, с армянами, калкетонниками и так далее. Этические грузины и православные в Твилиси платили больше, чем другие. Потому что у него был прагматический подход, он этим выиграл. Так что, вот в Италии существует Южный Террор. И этот регион, немецкоговорящий регион, сейчас успешно развивается в рамках Итальянской Республики. Я никогда не избегал термина Южная Сития. И в Синвальский регион, Южная Сития, мы пользуемся и этим термином, и тем. Для меня было важнее, чтобы Южная Сития была в составе Грузии, а не самочаблу запределены Грузии. Для меня важнее полное сосуществование не на базе какого-то силового давления. Да, сосуществовали люди в советское время в разных республиках. Потому что было силовое давление. Когда не стало этого силового давления, нам не хватило опыта, чтобы существование Грузии и Абхазии, Грузии и Осетии стало более прагматичной, европейской, чем это было при Советском Союзе. И мы получили то, что получили. Я был в 1989 году в Богдановке, тогда еще он назывался Богдановка. Мы с Мирабом Костова и с некоторыми другими представителями Грузинского национального движения приехали, там был митинг. И было выступление, было выступление на этом митинге. Не по всем вопросам у нас были одинаковые подходы. Там были ребята от движения Паруира Айрекена, которого я давно знаю. Были представители АОДа, тогдашнего Карабахского комитета, с которыми мы и тогда общались, и теперь общаемся. Кстати, я хочу сказать, что Грузинская республиканская партия АОТ под руководством Терпетросяна и Азербайджанская партия Мусават под руководством Исагамбада, все три этих партии являются членами европейского либерального интернационала. Независимо от того, мы часто, вот пару недель тому назад мы были вместе в Европе, там армянские, азербайджанские политические лидеры, в одно время они были во власти, сейчас они оппозиционные партии, они общаются между собой. Нормально, за одним столом общаются, давно уже общаются, и никто из них не отказывается от своих политических подходов. Не говорят армянские политические деятели, что мы отказываемся от Карабаха. Там они так не говорят. И азербайджанские политические лидеры в ответ им не говорят, «Ну ладно, забирайте». Нет такого единства мнений, однако это не мешает им общаться как раз в рамках европейского политического поля. И они работают вместе и в Совете Европы, и в Европарламенте. Нас гораздо больше связывает, чем, гораздо больше объединяет, чем разъединяет. Когда я говорю «нас», я имею в виду кавказские страны. Что касается Атпилиси и Ахалкалаки, я вообще не вижу особых проблем. Не вижу таких проблем. Проблемы, которые не решаются демократическим путем, обыкновенные проблемы. Они могут тогда превратиться в более актуальную проблему и опасную проблему. Опасности в наших отношениях нет. Большое вам спасибо. Кто будет голосовать за республиканцев, мы приветствуем. Кто будет голосовать за другие партии, тоже приветствуем. Главное то, что грузинская общегосударственная политическая жизнь открылась полностью для политиков в Джавахете. До тех пор, пока не было необходимости видеть свои политические перспективы в общегосударственных партиях, тогда и не было особой страсти в такие общенациональные партии. Когда появляется конкуренция, это хорошо. Это хорошо, что есть конкуренция. Мы в Ахалкалаке, мы республиканцы. Открыты для конкуренции. И для сотрудничества открыты. И с национальным движением мы открыты для конкуренции. И со своими партнерами по коалиции грузинская мечта. Пока у нас перевес. Я так вижу. Мы обеспечим этот перевес. Друзья, я здесь вижу всю нашу интеллигенцию. Я уверен, что вас, в основном, подходи на вопрос возникли. Вот я выжиму здесь, сидит, председатель цикла, наших преподавателей. Есть у кого вопросы? Все ясно всегда. Тогда большое спасибо вам. Наше сегодняшнее место. Встреча завершилась. Спасибо.